Добрый день, уважаемые зрители канала Финверсия. Наша очередная биржевая среда. И так уж сложилась волей судьбы, что мы подряд встречаемся с целым рядом инвесторов, с которыми говорили в течение последнего года, чтобы сверить вот ту реакцию, которая у всех, конечно, своя, на произошедший форс-мажор не только на кризис на рынке, он, в общем, достаточно банальный и обычный, но на тот форс-мажор, который произошел из-за инфраструктуры рынка. И сегодня у нас в гостях Рустем Ишмаков, популярный трейдер на платформе Камон, он был финалистом батлов, традиционных батлов ежегодных фенома и одновременно ведущий своего канала, посвященном инвестициям, Фингрант. Не путать с инстаграммами. Ссылка, кстати, на этот канал в описании под этим видео. Рустем, добрый день. Да, здравствуйте, здравствуйте. Единственное, только я не совсем трейдер, наверное, инвестор. Я и победил. Да, но все-таки, да, Камон подразвивает достаточно такое активное инвестиционное поведение на грани, по сути, трейдинга. Да, и напомню, что у нас в начале года была встреча как раз с Рустем в рамках биржевой среды. Ссылка на нее также в описании под этим видео. Но это для возможности сверить часы. Окей, Рустем, что сегодня на повестке дня? Ну, кроме мата, разочарований, зачем я выбрал этот фондовый рынок и так далее? Да, в принципе, на самом деле я стараюсь следовать и дальше своей стратегии. Все-таки, как уж если задал себе долгосрочный горизонт, то и надо следовать дальше своим долгосрочным планам. Единственное, что случилось, повезло, что я диверсифицировался вовремя по брокерам, да, скажем так. Я помню, когда еще в 19-м году открывал, помню, счет в открытии, писал там, что диверсифицируюсь по брокерам, и подписчики у меня говорили, ты что, зачем ты это делаешь, что за бред? А в итоге оказалось, что, в принципе, диверсификация, она необходима, да, потому что есть банальные вещи, да, которым надо следовать, да, и диверсификация должна быть не только там по валютам, да, или там по странам, но и по брокерам. И вот сейчас, например, часть бумаг, которая была в открытии, перешла в инвестпалату, и я как бы просто вижу сумму на счету, да, вижу активы, но ничего не могу с ними сделать, они как бы просто зависшие бумаги, которые, возможно, когда-то я смогу продать, а может быть, и не увижу их там в ближайшие 5-10 лет. Вот, но... Я думаю, что все-таки будет все намного лайтовее, чем... Но открытие, это, наверное, был неудачный пример диверсификации, то есть вы имеете в виду, диверсификацию в принципе надо делать. Вообще, в принципе, да, конечно, по идее, если бы я вложил все в финам, было бы лучше, да, потому что большая часть денег у меня все равно в финаме лежит, но кто знает там, что будет дальше, да, но в финаме пока тву-тву, все работает. И сейчас из, наверное, таких плюсов для себя считаю, что успел получить статус квалифицированного инвестора еще когда требовалось для этого 6 миллионов, а не 30, которые будут требоваться в будущем. И думаю, что по идее новым инвесторам, да, ну и тем, кто сейчас инвестирует, нужно озаботиться, чтобы получить этот статус, чтобы как бы там чего дальше не случилось, не запретили там. Напомните, какие результаты вашей стратегии сегодня? Сегодня у меня, в принципе, портфель как бы в легкой просадке, да, где-то процентов на 6-7 просел в этом году. Ну, это не самый худший результат в этом году. Не самый худший, да. На самом деле, во-первых, мне повезло, да, что там были в начале зарубежные акции, да, и когда начал падать российский фондовый рынок, я такой, фуф, вздохнул с облегчением, увидел эту ракету там в рублях, увидел, как портфель там с 6 дорос до 11 миллионов, но потом укрепление рубля, все знают, что там произошло. Теперь у меня вместо 6 миллионов там стало около 5. Но в долларах, на самом деле, если смотреть портфель в долларах, да, он почти не изменился, там действительно разница даже может быть там, ну, как раз вот эти 5 процентов, 5-6 процентов. Ну, да. У меня сейчас просадка около 14, я тоже спокойно отношусь, потому что часть в этой просадке не связана ни с снижением объективного акции, а вот с этой переоценкой, поэтому как бы лучше подождать, пока все устаканится по отношению курса рубля к доллару. Вот ваша политика, я имею в виду политика инвесторская внутри этого портфеля, какая в этом году? Она вообще менялась, какие-то принципиальные этапы? Я сразу вот так говорю, вот мой был поведение такое. Сначала я продолжал бычий тренд, 13 февраля пришел к выводу, что надо стоять и даже от усреднения отказаться, и вот буквально несколько недель назад начал опять как-то двигаться, докупаться и усредняться, правда, очень скромно. У меня на самом деле схожий принцип, наверное, да, но если там зрители посмотрят то видео, да, предыдущее, я рассказывал, что вместо облигаций и кэша я держу деньги в дивидендных аристократах, и, в принципе, пытаюсь их, если вдруг есть какая-то возможность, да, продать и переложиться там в упавшие бумаги. У меня вот были акции Toyota, например, да, они в небольшой просадке, там, процентов, наверное, 6 просели, но были хорошие моменты для входа, да, в те же Netflix, которые там упали до 170, а мне надо было удвоить позицию, потому что я брал их вначале по 380, потом я решил усредниться по 170. Вот, в принципе, были моменты, когда я чуть-чуть позволил себе зафиксировать маленький убыток, ну, по вот этим дивидендным аристократам, да, чтобы вложиться в более, там, интересную историю, которая потом может отскочить. Ну, то есть, судя по всему, вы более активно велись, а я весной просто стоял, ничего не делал, только вот зрителям каналов Инверсии рассказывал, чего не делаю. Понятно. Ну, на самом деле, не супер прям активно, да, но было несколько, наверное, 2-3 таких, 4 покупки. По-моему, вот если посмотреть, в прошлом месяце у меня было 4 сделки, еще месяц назад, там, буквально 2 сделки. Ну, то есть, это не такие прям спекуляции, там, ежедневные, еженедельные. То есть, это, там, 2 раза в месяц, 2-3 раза в месяц. Окей, сверим часы как раз в моменте. Вот где-то 3 недели назад я впервые в своем блоге сказал, что все-все, стоп, заканчивается. По-моему, уже почти пора. Потом пришел к выводу, что вот сегодня все-таки пора, и что эта осень может дать нам возможность реванша, ну, как минимум, это был бы хороший минимум, закрыть все минуса и даже выйти в легкий плюс. То есть, мне кажется, что все-таки сценарий позитивный для фондового рынка на осень более очевиден, хотя и не стопроцентен, нежели другие сценарии. Вы про рубли? Нет, я про доллары, я про мировой рынок, да. Кроме китайского, про Европу, про Америку. Понятно, что куча звучит от других предположений и сценариев, и российские инвестиционные эксперты об этом говорят. И вот я уже подчеркивал, Морган Стэнли дал такое серьезное предупреждение, что, уважаемые инвесторы, смотрите, не поддайтесь соблазну пальц старта. Но, тем не менее, вот я все-таки пошел в быки и обратно вернулся. Вот, а ваш взгляд на осень? И что вы предполагаете делать стратегически так, если в общих чертах? Вообще, в общих чертах, я, наверное, всегда отвечаю одинаково, да. Я, наверное, бык вообще постоянный. Потому что инвестор – это все равно человек, который должен быть оптимистом, да, и надеяться на то, что как бы в будущем все будет хорошо. Поэтому главное даже не то, куда там пойдет рынок, да, а то, какие бумаги в вашем портфеле сегодня, да, и выстоят ли они следующую коррекцию, да, следующий удар, да, под дых, который происходит. А так вообще по американскому рынку даже видно, что по идее как будто бы прошли какую-то действительно психологическую отметку, да, и вроде бы все начало потихоньку-потихоньку подрастать, восстанавливаться. Даже вижу и по портфелю вот в долларах, когда смотрю на стоимость, прямо этот радует глаз даже. Потому что был момент, когда все мои портфели снизились, где-то 95 тысяч долларов стала там общая сумма, сейчас где-то 108, ну, доходило до 110, и вот примерно вот недавно опять чуть-чуть там на полутора процента снизилось. Ну, то есть у вас тоже, в общем, позитивный взгляд на осень, то есть осторожно позитивный, да, назовите? Вообще, я думаю, что позитивное мнение, оно все равно вам поможет. В любом случае надо относиться позитивно ко всему. Даже... Ну, не скажите, Рустам, честно говоря, вот я, можно сказать, доволен собой, вызывающийся огонь там хейтеров, что с 13 февраля призывал публично не усредняться и стоять. Мне кажется, иногда полезно выключать этот позитив. Ну, по идее, покупать постоянно, да, это тоже верно, не надо. Вообще, если смотреть по пополнениям, да, я же тоже периодически свободные средства, которые появляются, стараюсь пополнить портфель, то в этом году я это делал вообще по минимуму. Просто если обычно я старался там пополнять там чуть ли не каждый месяц или каждые два месяца, когда появляются какие-то деньги свободные, да, то сейчас я решил, что я лучше эти деньги потрачу, не знаю, на отпуск, на зубы, на какие-то процедуры там медицинские, да, чтобы, в общем, улучшить свое здоровье, да, качество жизни, а не там увеличить портфель. Поэтому сейчас, ну, приоритеты чуть-чуть поменялись, но, в принципе, ничего из портфеля не вынимал, как бы как все там лежало, так, в принципе, работаю просто с деньгами, которые внутри портфеля, ну, только перекидывая между вот бумагами. Окей, ну, об этом мы, кстати, еще поговорим, хотя главная медицинская процедура для российских инвесторов в этом году была все-таки бесплатно оплачена государством, это большая-большая клизма, и мы как-то чувствуем себя такими облегченными и бодрыми, даже взбодрившимися. Но вот я бы о чем хотел спросить, об открытии этот самый переезд в инвестпалату, если не ошибаюсь, калужская компания, да, по месту прописки. Вот вы, так сказать, не из тех, кто попал на истории с Альфой, наверное, самые поразительные и самые негативные истории, но отнесетесь к числу тех, кто попал на довольно типичную историю, и многие наши с вами коллеги по счастью или несчастью фондового рынка, они в этой ситуации. Вот расскажите вообще в чертах ваши ощущения от переезда к открытию, скажем так, остались претензии моральные после переезда? Наверное, не осталось. Просто я понимаю, что я приходил к ним в офис, да, и видел менеджеров, да, там в основном девушки все, и видно, что они как будто, ну, не знаю, там рыдали вечерами и ночами. Ну, потому что напор клиентов же тоже, я понимаю, сколько у них клиентов, каждый, наверное, звонит, высказывает, что он там думает о них. Вот, и понимаю, что в этой ситуации банк, в принципе, там ничего не мог сделать. Рустам, я так понял, что вы пришли, но отвлеклись на девушек, и они как-то это вас успокоило. Красивые девушки попались, может? Ну, у нас в отделении, да, как будто подпираются, конечно. Да, молодцы, открытие. Окей, то есть, в общем, особых претензий нет, да, в отличие? Ну, больших нет, ну, тем более, вот, как я сказал в самом начале, да, из-за долгосрочного горизонта, то есть, если я ставлю цель, когда покупаю акцию, да, держу у меня пять лет, то, в принципе, ну, ничего страшного, если пока там эти пять лет, они полежат. Комиссии с меня пока там никаких не брали, все, что перешло в инвест-палату, перешло бесплатно. Ежемесячного обслуживания никакого. А переход был корректен, потому что вот истории с ВТБ, с Альфой очень многие жаловали, что не все перешло. У меня получилось все нормально, и даже в самом начале, где-то 24 или 25 февраля, я пошел, когда еще мы не знали, что НРД тоже заблокирован, кстати, и я подал поручение, чтобы перевести все бумаги в Финам, потому что я думал, что я смогу их там продать. В итоге половина бумаг успела уйти в Финам, а половина ушла в инвест-палату. В итоге половина, которая ушла в Финам, все равно зависла как бумага в рублях, как будто она вне биржи. Ну, в общем, не могу ей не торговать ничего. Ну, в общем, я так понимаю, честно говоря, за коллегу в открытии можно порадоваться, у меня там есть хороший друг, и это не должно мешать объективному взгляду, но мне приятно, по крайней мере, что, судя по всему, открытие выдержало испытание. То есть, условно говоря, при прочих равных, если все нормализуется, вернетесь в эту компанию, да? Не знаю, конечно, как там инвест-палаты, у них там... У открытия мне нравилось приложение, удобно было очень смотреть, в общем, и портфель, и из-за того, что я все-таки публичный же инвестор, периодически я там выкладываю результаты портфеля, было удобно, там заскриншотил сразу красивый график, показал. И в ТБшнике его красиво сделали, очень удобно, конечно. Наш с вами Финам, хоть и родной, но это не значит, что мы не имеем претензий, он так умно выглядит, и так прям не покажешь. Он, да, он... Он на девушек, кстати, производит впечатление на красивых, ну, и не на некрасивых тоже. Окей, идем дальше. Вот вы говорили, что пополняли от бизнеса, да, ваш концепт, что у вас есть бизнес, который вам нравится, который вы любите, а инвестиционный портфель пополняли, когда формировался некий профит, да, и что в этом году снизили. Снизили, потому что инвестиционный портфель в этом году не стоит того, чтобы его пополнять, или снизили, потому что вся ситуация еще и на бизнесе отразилась? Ну, естественно, на бизнесе тоже не без изменений, да, тоже ситуация отразилась на бизнесе, но... Да, давайте напомним, что за бизнес у вас. А, да, давайте это... Если вам нужны надувные лодки, то надо сейчас эту рекламную... Да, рекламную. Да, рекламную. Поплывая от лодки, да, то... Тем более, дюрок сухой, ты любой бизнес, связанный с резиной, сейчас в России популярен. Да, мы делаем надувные лодки ПВХ, они называются Гелиус. В принципе, вы можете всегда написать там лодки ПВХ Гелиус, найти наши сайты там, и мы продаем оптом в розницу. Да, просто проблема в том, что в целом, да, большая часть материалов, да, она идет либо из Китая, либо там делают здесь у нас в России, либо закупают какие-то там типа ПВХ-крошку там в Китае, переплавляют здесь, делают там фурнитуру в России. Вот, но есть компонент, да, это вот клей, который... А, подожди, то есть с этими компонентами все окей? С этими компонентами все окей, да. Вроде как поставки идут, контейнеры из Китая приходят, то есть по материалу вообще никаких нареканий нет, все как бы приходит, как приходило. Вот, а в плане вот клея, дело в том, что он делается на специальной немецкой линии, а немецкие линии, они так устроены, что если ты там, да, что ты какой-то компонент там на 2% там не тот засыпал, там, или не ту пропорцию выдержал, да, и все, у тебя клей, получается, не клеится. И в итоге вот какой-то компонент из-за санкций, да, из-за нарушения цепочек поставок перестал приходить, и, во-первых, цена на клей выросла в два раза, в то время как вроде бы рубль укрепляется, да, все должно дешеветь, ну, не на клей. Вот, клей подорожал, и получается, что запасов становится все меньше, да, и вот сейчас у нас, например, остается там до конца сентября то, что я успел купить еще в марте. Вот, и мы ждем, когда смогут найти либо аналог, да, либо замену, либо кто-то найдется, сейчас же модное слово, есть кросс, как это называется, кросс, кросс-перевозки, нет? Не знаю, сейчас столько этих слов, параллельный импорт. Да, вот параллельный импорт, да, по идее, если кто-то сможет параллельным импортом доставить из, там, Германии, да, какой-то вот этот компонент для завода в Мелиузе, который делает клей, то, в принципе, все будет хорошо. Ну, в общем, ждем, ждем белорусских креветок, как в 14-м. Или казахские, да. Кстати, вот спасибо, что вы сказали, потому что недавно у нас, вот, пригласил я оценить ситуацию в российском бизнесе представителя торгово-промышленной палаты Владимира Гамзу, и он как раз, очень был в штыке воспринят частью нашей публики, которая почему-то вообще ничего не услышала, услышала просто, что человек пропагандистский рассказывает, как все хорошо, а на самом деле он проходился вот по пунктам, что здесь нормально, а вот здесь проблема, а вот здесь узкое место, и он как раз обратил внимание, для меня это было удивительное открытие, что для российской экономики и промышленности, ну, вообще производства любого малого и среднего, проблемной зоной является клей, что мы потеряли, по большому счету, производство собственных клеев. Там страна, которая в детстве, помню этот супер, как его, момент, суперцемент, да, вот, все эти клеи, как приклеишься, так не оторвешь. Вот, а теперь... Я вообще, на самом деле, сейчас еще наблюдаю проблему, да, нам еще повезло, что мы маленькие, да, потому что мы как бы, ну, там, малый бизнес, небольшое производство, то есть мы, например, там, смогли закупить тот объем клея, который нам там хватает, там, на полгода, там, на семь месяцев наперед. А у нас есть конкуренты, которые, ну, довольно крупные, давно на рынке, там, больше, там, 20 лет на рынке. И вот от них сейчас большой поток идет именно сотрудников, да, которых тоже сократили, увольняют, потому что часть прибыли эти большие компании теряют за счет того, что отвалилась европейская часть покупателей, да, там, они не могут отправить в Европу. А мы как бы не доросли еще до отправок в Европу, поэтому пока, тьфу-тьфую, работаем здесь по России и Казахстану. Вот, часть, получается, продукции не может быть сделана, да, потому что просто физически не достать, вот, ну, какие-то компоненты, которые в таких объемах еще не произвели и в таких объемах еще, как бы, не пришли и не сделаны. А вы, кстати, в своем бизнесе какие антикризисные включили штуки? Вот мы, например, в проекте Финверсия очень серьезно сократились по людям, было 18, стало 8. Даже вот лишнюю мебель, так, барски накопившуюся, продали на Авито, да, то есть, каждый лык в строку, перетряхнули бюджет, погасили кредиторку, а вы какие меры уже предпринимали? У нас, на самом деле, с самого начала мы сразу шли так, что не брали никакие долги, короче, шли по основам там финансовой грамотности, да, то есть, у нас не было никаких кредитов. То есть, такая хуторская экономика, что потопаешь, что полопаешь. Да, и получается, что продавали только за 100% предоплату, скажем так. И получается, вот заказ пришел, оплата есть, ты закупаешь. А спрос уменьшился, нет? Спрос уменьшился, да, процентов, наверное, на 15, я думаю, он все равно упал. Странно. Был начальный всплеск, вот, март, апрель, май, а сейчас, по идее, у нас же август, еще лодочный сезон, август, сентябрь, еще он должен идти. Но вот уже сейчас, сегодня мы, например, делаем лодки на склад, потому что заказы пока прекратились, вот сейчас либо надо играть ценой, либо ждать, когда пройдут вот эти первые сентября, может, люди просто пока заботятся другими вещами, озабочены. А так мы в целом, да, из последних нововведений, да, которые мы делаем, на самом деле, я не покупаю файлики, уже давно, я достал все бухгалтерские книги с 2016 года, там, с 2017, а у меня туда, я вкладывал в файликах накладные, и я, получается, просто достаю все накладные, достаю файлики, использую файлики 2016 года, сейчас в этом году, чтобы, да, наш человек, да, а на обратной стороне бумаги тоже печатаем, на обратной стороне бумаги тоже печатаем, поэтому, ну, в принципе, мы всегда старались вести, есть же такое понятие, как бережливое производство, например, нам приходит материал, он приходит там в определенной упаковке, мы эту упаковку снимаем с материала, и потом частично эта упаковка идет на упаковку каких-то компонентов лодок, там, или дополнительную фурнитуру, там, завернутую. Спасибо вам, Русем, за искренний такой разговор, и так было забавно слышать, когда мы тоже поделились, кстати, файлики мы тоже старые использовали, а когда поделились вот нашими методами, такой был комментарий, тоже мне инвестор мебель на Авито продавать, но я, правда, не понимаю, почему успешный инвестор должен зарастать мебелью, вот, какая-то логика в этом есть, а люди, которых, ну, наверняка, в последние годы вы были для кого-то примером таким, и кто-то, по вашему примеру, пошел на фондовый рынок, они как вас не поймали морду, не набили, ничего такого? На самом деле нет, даже у меня, более того, были на комон подключены мои родственники, да, мой дядя, подруга, но вы с ними общаетесь, мы с ними общаемся, более того, у дяди, в общем, чуйка, да, еще с 90-х, он как увидел рост, он говорит, я все, я все продаю, я говорю, зачем, не надо, подожди, там, 120 рублей, доллар, он такой, ты что, 120 рублей, доллар, пора, пора, молодец, дядя, вот, в общем, большую часть он успел вывести, спокойно вывел, и теперь даже радуется, что он, по идее, и по, вроде, и по, был подписан, и чуть-чуть подрос, и еще заработал, короче, и в итоге сейчас, когда все падает, ему не так грустно, потому что он успел зафиксировать прибыль. У меня один такой копировщик, к счастью, зафиксировался очень хорошей частью, не полностью, но частью, и благодаренный мне и себе, мне за то, что заработал, себе за то, что остановился вовремя. Окей, вернемся на рынок, да, кстати, для недоброжелателей, всех, так или иначе, публично инвестировать, всегда есть недоброжелатели, вот у Рустема настолько хороши дела, что он нам в подарок, всей команде Финверсия, привез знаменитый башкирский мед. Кстати, у Башкирии, о Буфе, вот там у вас, можно сказать, в сердце самого российского экономического пространства, как-то китайская и казахстанская тема, они как-то больше и более конкретно звучат, чем вообще? Не слышал, я слышал только новости, но это было еще года два назад, что у нас китайцы там скупают землю в Башкирии, чтобы построить заводы, но пока еще тишина, может только она... А с Казахстаном вы упомянули, что бизнес ведете? С Казахстаном ведем, но сейчас стало сложнее, потому что сейчас для казахов покупка наших лодок стала дорогостоящим предприятием, потому что курс-то у них тоже пошел. Если раньше они, по-моему, тенге обменивали там по 4-5 рублей, сейчас они по 8, по-моему, обменивают. И получается, что... То есть укрепление рубля для вас вот как раз... Да, это же не совсем хорошо влияет на нас, а по идее, чем рубль слабее, тем выгоднее зарубежным странам покупать у нас. Я помню, у нас Беларусь покупала активно в 2014 году, когда мы только начинали. Там же прямо у нас там скакнул, тоже был скачок. Да, да, да. И мы думали, что все, капец, кризис, да, там закроемся, а тут раз белорусы появились, казахи появились, в общем, им стало удобно. Ну, вот это, знаете, просто банальную истину, что ослабление национальной валюты выгодно для экспорта, для экономики. Вопрос, чтобы оно было контролируемо. Вот этому мысу, почему в России не прививается никак. Столько вот готовность бросать чепчики в воздух, ура, ура, рубль укрепляется, что, по-моему, совсем не понимает, что при определенном укреплении его компания или его работодатель даже бюджет ему скажет «до свидания». Это да, даже китайцы же, по-моему, ослабевают, пытаются постоянно свою валюту, чтобы их продукты были... Постоянно Вашингтон упрекал-то именно в понижение, да, выиграли на понижение. Последние, кстати, три года китайцы соблюдают такое неформальное соглашение и уже не так активно занимаются этой историей с опусканием юаня. Окей, вернемся на наш любимый фондовый рынок. На что сейчас смотрите? На какие источники, ну, вот, мнений, прогнозов? Ну, кроме канала «Финверсия», конечно, я упреждаю, что вы из вежливости скажете, что смотрите «Финверсию». Я тысячу одну секунду смотрю прям каждую неделю. Не самый лучший источник представления о фондовом рынке. Нет, а если серьезно, как говорят в таких случаях, вот в России или вне России, куда посмотреваете как инвест? Вообще я стараюсь всем говорить, да, что мнение всегда должно быть свое. В общем, можно смотреть много чего, да, там я даже могу назвать там, кого я смотрю, да. Давайте, назовите у нас сын. Я в основном смотрю зарубежный канал, да, есть там канал, называется «Learn to Invest», по-моему, он так и называется, там ведет его Джимми, ведущий такой, и он считает реальную стоимость акций, используя дисконтированный денежный поток. Мне самому лень углубляться, короче, в сын. Ну да, понятно. Зато тут удобно, ты зашел, он говорит, вот давайте посмотрим на вот эту бумагу, сейчас мы посмотрим, у него есть платная подписка на пятилетние отчеты аналитиков, то есть он смотрит дисконтированный денежный поток за следующие 5 или даже 7 лет, и вот он говорит, вот там, например, акция Google, им там прогнозируют рост 20% еще через сколько-то лет. Он потом раз смотрит, переводит на цену акций, считает, сколько это стоит, раз, и получается, что там, например, цена акций, сейчас там они сколько у нас стоят, 120 долларов, а их реальная стоимость выходит где-то 150, учитывая прогнозы там аналитиков. То есть, по идее, мы сейчас уже получаем небольшую недооценку и вот эту маршу безопасности 30 долларов, то есть если мы сейчас покупаем. Подход-то хороший, Русланг, главное его не обожествлять, потому что... В том-то и дело, да, вот я к чему и веду. Реальную стоимость акций, сколько вам вот у меня спрашивают, да, как ты высчитываешь, ее нереально высчитать. Если бы была формула, все бы ей пользовались, все бы зарабатывали, ну, такого не бывает. По идее, ты можешь это посмотреть, потом узнать еще противоположное мнение, потом желательно посмотреть самому на все данные, да, на финансовый баланс, там, на активы, там, пассивы, все это посмотреть и уже принять решение самостоятельно. То есть на это можно посмотреть, да, как на некий такой ориентир, да, на что там смотрят. Например, вот этот же Джимми сказал, что стоимость акций Netflix 70 долларов, реальная цена. А я купил их и по 380, и по 170, да. Ну, то есть... А я устоял от усреднения, честно говоря. Я знаете, что думаю? Я думаю, что все-таки 200 миллионов подписчиков, да, которые там у них сейчас, да, до сих пор, это большая база, и сейчас они же еще должны запустить рекламные сервисы, там, с Microsoft вроде они там что-то заключили. Это да, но видите, вот эта история, да, во-первых, Disney их обогнал 220, а так как я держу Disney, то держу кулачки за обе компании. Я просто тоже держу, на самом деле, и Disney, и у меня есть даже Warner Bros. Discovery, и недавно я добавил после сплита немного Амазона, вот. А, кстати, раз уж мы об этом заговорили, Рустам, а что еще вот в вашем параллеле? Не буквально все, но вот что вы считаете там значимым? У меня, на самом деле, до сих пор большая доля в акциях Амген и Биоген. Это две биоинженерные компании, да, которые там одна разрабатывает лекарства от рака, да, и всяких сложных заболеваний костей, а другая разрабатывает лекарства от сложных генетических заболеваний. По идее, как бы там не менялся мир, да, там люди там будут голодать, люди будут богатеть, но все равно болезни, они остаются. Ну да, запросы туда сцениться. А и в каком сцени акции эти? На самом деле Биоген просто стоят на месте, и когда все падало, я такой смотрю, а Биоген просто стоит, даже чуть-чуть подрастает. Раз все, опять падает. Амген тоже, кстати, выросли. По идее, вот эти обе компании, они, наверное, прикрыли как раз вот это падение портфеля, да, поэтому, может, не так сильно он просел. Вот, потому что, в принципе, у меня там в них, там, по-моему, 7 и 8 процентов. Две вот эти большие доли. У меня там сейчас очень много акций стало. Но в целом 8 процентов там в Биогене, это 7 процентов в Амгене. И, кстати, сейчас из-за того, что Нетфликс начал подрастать, после того, как я их усреднил, у меня почти 8 процентов в Нетфликсе. Теперь это стало... Ну, дай бог нам обоим, чтобы Нетфликс вырос. Сейчас про Биоген я ничего не скажу, не слежу. А что еще вот такого знакового в вашем портфеле? Знаковая акция есть Intel, в которой что-то прям не радует инвесторов, да. Но, в принципе, я смотрел их, вот это выступление там гендиректора, которое он еще провел в том году, да, когда он сказал, не ждите прибыли до 23-го года. И, то есть, я, в принципе, такой, ну, окей. То есть, будете держать, да. Не жду, не жду. Да, но буду ждать после 23-го. Поэтому я думаю, что сейчас они тратят большие деньги на построение новых заводов, сделают потом еще больше чипов. В общем, и я думаю, что все получится у них в 23-м. Если все будет нормально. Я, по-моему, всегда был такой негативной оценки, не входил и отговаривал. Но ваша позиция мне все равно импонирует. Я думаю, что, да, это хорошая история. Но это история, которая уже, если взялся за такие акции, надо отслеживать. У меня еще есть, до сих пор держу, Activision Blizzard. Она чем хороша, я их взял до того, как объявили об вот этом, о покупке Blizzard Microsoft. Там же их купят по 95 долларов. Я купил где-то по 66, что ли, по 67. Я просто понимаю, что это как раз та позиция, которая почти гарантирована, да, если вдруг антимонопольное там все проведет. Ну, вы аккуратно об этом рассказываете, потому что, знаете, вот Баффета, например, там привлекли, да, посмотреть, а теперь еще Рустаны Шмаковы, если мы потеряем, да, вместе с Баффетом, ну, это опасно просто. Да-да, ну, в общем, я на них, как смотрю, да, я понимаю, что если эта сделка произойдет, да, то в 23-м году я получу, получается, 66 до него с 5 долларов, то есть там сколько процентов? 50 процентов. Ну, не 50, там где-то, ну, где-то 40, да. Ну, не важно, да, ближе к 50, около X, а очень-очень вкусно. Да, просто я это понимаю, поэтому готов держать, но если я увижу, например, какую-то интересную историю, да, если там, не знаю, там, кто, например, если вот тот же самый Google, да, будет стоить, там, вот сейчас он 120 стоит, да, если он будет там продаваться по 80, да, там, или по 75, то я могу запросто зафиксировать вот пока маленькую-маленькую прибыль там по Activision, чтобы вложить туда деньги. Чтобы вложить в Google, потому что я понимаю, что в Google там потенциал роста больше, и он не прекратится, как вот, ну, в 23-м году, как в Activision, там просто же. А, так вот тоже по аналогии со своими. Какая акция в вашем портфеле из тех, на которые вы ставили, вообще выдержала испытания? Вот у меня, например, железобетонный, из всех моих фаворитов и любимцев, железобетонная история, это McDonald's. То есть просто сплошной плюс, скромный, ну, плюс. Даже уход из России, вот потери оценивали в миллиард с хвостом потери российского рынка, вообще никак не сказалось, то есть даже не шелохнулась бумага, и очень радует. У вас что в этом качестве? У меня, наверное, Apple, они просто в портфеле с 2016 года, и у меня там среднее по ним 30 долларов, да. И я просто смотрю, и там постоянно просто они что-то растут, растут. Потом они как-то упали до 120. Вот этот был момент, когда я думал, что надо еще купить. И я что-то... Вот денег не было, я же не пополняю. Редко стал пополнять, и что-то нечего было продавать. Я думаю, ладно, подожду. Но сейчас они, по-моему, порядка 170 опять стоят. Ну, то есть, по идее, тоже вот они, по-моему, в плюсе весь год. А, кстати, Рустам, к вопросу, да? Все-таки вот банальная вещь. Когда акция куплена давно, в большинстве случаев, если она пролежала у тебя 3-5 лет, она все-таки радует. На самом деле, да. Да, и мне вот было... Это, конечно, не по науке, но вот сейчас ты приходилось объяснять, когда спрашиваешь про какую-то бумагу, которая у тебя в совершенно бешеном плюсе. И даже уже она несколько лет лежит, и она даже в очередной просадке она все равно остается в совершенно бешеном плюсе. И говоришь, а меня не волнует. Может быть, это неграмотно, да? Но в этот момент ты понимаешь, что вот у тебя великолепный результат. У меня так краудстрайк, который ускакал в несколько иксов, например. Ну, какая у меня разница, как он пляшет дальше? Это да. У вас тоже такие, да, бумаги есть? У меня была бумага, которая вот Disney, на самом деле, я тоже держу с 16-го года, вместе с Apple покупал. И я их брал по 92, что ли, доллара. И был момент, когда, короче, прошло 6 лет, и я такой смотрю, а они там минус 2%. Около 0, да? И я такой, блин, 6 лет держал, типа, ради минус 2%, что я делаю? Ну, сейчас вроде тфу-тфу, пошли опять в рост, поэтому думал... Ну, вот как раз у Disney заметили в последнем отчете, вот как раз-таки нет классические финансовые показатели сыграли, а прирост ремингового сервиса, то, что они вышли на первое место... Это, на самом деле, меня немного смущает, на что смотрят вообще нынешние инвесторы, да? На надежду, как всегда. Ну, да, да, рынок... Ну, это понятно, я, конечно, с годами просто понимаю, что рынок живет просто будущими ожиданиями. И им не важно, что там компании... У компании, не знаю, как вот у мета запрещенная нынче, компания, да, экстремистская, у них 2 миллиарда пользователей, да, или там 2,5 миллиарда пользователей. Это же просто, не знаю, гигантское число людей, которым можно предложить там любой новый продукт, даже если 30% или 20% купят, даже если 10% купят, это уже 20, там, сколько, 25 миллионов человек. 200. А, 250, да, тем более, да. Я понимаю, что там, например, мета расти уже не будет там дальше таким темпами в плане подписчиков, но у нее есть куча вариантов монетизации своей вот этой аудитории. И то же самое там у Дисней, у Нетфликса, да, то есть надо смотреть больше, как мне кажется, не на рост там, да, там базы, да, пользователей, а на то, что может предложить компания вот этим пользователям, ну и, в принципе, как мы... Ну, видите, у Нетфликса, это, я не знаю, насколько вы внимательно отслеживали, но вот помните этот выбор варианта, что мы даем без рекламы, но дорого. И руководство компании признало, что этот подход меняется, по-моему, в марте. Как раз они говорят, хорошо, мы включаем тариф, по которому дешево, но с рекламой. Но пока вот они меняли галс, да, там сделали этот поворот, признали, что не самый удачный выбор, как раз на этом Дисней и обошел их, судя по всему. Ну, я думаю, все равно. Недавно, кстати, закончил цикл прочтения книг про Нетфликс, да, все три книжки там про Нетфликс перечитал, которые были там одна, как раз была позитивно написана одна, как-то не очень, немного негативно. Ну, вы серьезно относитесь к акциям, которые в вашем портфеле? Да, и, ну, просто большая доля, думаю, надо все-таки знать. Да, но суть, на самом деле, в чем, да, просто если даже посмотреть на призму там прошедших лет, у Нетфликс всегда были какие-то моменты, когда акции падали там на 50, на 60 процентов, потому что там их глава, там, Рид Хастинг, да, что-нибудь там сказанет, придумает. Но в итоге получалось так, что компания потом могла что-то предложить, что-то новое, да, или действительно та его идея, она стреляла, просто инвесторы в это в первое время не верят, да, потом это получается. Понятное дело, что это может не стрельнуть в этот раз, да, но все же Нетфликс, если что, существует еще раньше Гугла, то есть, ну, они еще смогли вырасти там до таких размеров, что побороли там гигантского конкурента Блокбастер, да, и теперь, когда появляются вот эти у них новые стриминговые конкуренты, не знаю, может, что-нибудь придумают интересное. Это я согласен, но, знаете, вот для себя я понял одну вещь. Я в свое время очень четко проанализировал Нетфликс и дал сигнал как бы публичный и сам себе на покупку, а ошибка моя в другом. Ошибка моя, что когда это давало весьма приличную прибыль, вот все-таки, мне кажется, это из тех компаний, из которых стоит уходить, ну, или хотя бы значительную часть было надо фиксировать. Вот для себя я такой урок по событиям последнего года с Нетфликсом извлек. Ну, смотря, конечно, по... Что называется, отыграюсь, прикрою. Смотря по какой цене, конечно, заходили, да. Вот в том-то и дело, была эйфория от успеха. Была прибыльность где-то в районе 50%, и вот классический случай эйфории от успеха, что ушел в такую зону, что я уже точно буду зелененький, с этой бумагой чего бы не оставить. И вот это все-таки была ошибка, то есть не со всеми бумагами так стоит поступать. Вот для себя я однозначно из Нетфликса извлек урок. Вообще я заметил, что надо иногда, конечно, держать в уме какую-то планку. Вот я, например, Apple продавал... Типа цель фиксации, да? Да, да, потому что... Вот я всегда к этому подходу относился, ну, как бы с отрицанием, что зачем, особенно если к дивидендной акции. Но сейчас я тоже не отмахиваюсь от этого варианта. У меня просто с Apple было как? У меня было больше акций, чем сейчас в портфеле, да. И вот они росли, и когда вот они... У меня как-то в уме была там еще в 2020 году, когда вот больше 150, если будет, буду потихоньку фиксировать. Я просто раз, а не больше 150, я раз там 5 штучек продал. Нет, так я это делаю всегда по всем бумагам. Потом раз 10 штучек. И вроде как-то уже спокойнее, типа фуф, я там зафиксировал вот эту верхушечку. Потом раз, они вроде упали, ты такой, ну ладно, не зря зафиксировал. Да, да, конечно. А в следующий рост ты раз еще чуть-чуть. Ну, вот этот, кстати, подход, Рустам, я вообще ко всем применяю. И часто даже слышал упрек, когда... Ну, не упрек, а такой полуупрек. Ян, подождите, вы говорите, что верите в перспективы компании, а почему же вы фиксируете? А очень просто, во-первых, чтобы в случае колебаний появились деньги на усреднение, а во-вторых, чтобы снять то, что вот любой технарь назвал бы логично, там, усталость металла, да? Я обязательно это делаю. И вот здесь как раз от этого подхода отрекаться точно не буду. Ну, это правильно. Главное просто все целиком не сносить. Российские бумаги у вас какие-то... С какими-то российскими бумагами вы бы в этот прелестный год пошли? У меня были очень давно, лежали в портфеле акции Аэрофлот. Ой, сочувствую. Собережно. Да, потом у меня были акции ВКонтакте. Но это была доля, знаете, такая 0,01% от портфеля. Там у меня что-то была сдача, я покупал. И они, короче, показывали доходность минус там 60 с чем-то процентов. Ну, в общем, я в этом году, я просто такой, да что я их держу? Хватит смотреть на эти минуса. И, короче, продал. И теперь весь мой портфель стал полностью в долларах США. А у меня пока Лукоил, Сбербанк, Озон, Яндекс. Лукоил уже куплен после всех событий. Вот он единственный, кто в легком плюсе. Но вообще, ну, буду держать, наверное. То есть вы с Россией, несмотря на крики, что... Ну, вот теперь-то уж точно рынок недооценен. С Россией связываться не собираетесь? У меня есть портфель в Альфе, но он там совсем маленький на 100 тысяч рублей. И вот там как раз у меня есть Лукоил и мать и дитя. Ну, и еще там в одном маленьком портфеле есть там Сбербанк. Ну, там, блин, доли вообще, не знаю, даже стыдно называть там 15 тысяч там. Ну, то есть такая сумма, которая... Разведрота. На мой, да, на мой там общий результат, даже если это вырастет там в 6 раз, там не повлияет. И если упадет там в 9 раз, тоже не повлияет. Нет, а почему стыдно? Я понимаю, я часто вот беру на совершенно копейки, потому что у меня есть глубокое убеждение, что если ты хочешь отслеживать акцию, то хотя бы одну штуку, пусть самую дешевую, купи в свой портфель, иначе ты не будешь фокусировать внимание всерьез на этой бумаге. Это тоже верно, да. Вы тоже так делаете, да? Я делаю только если я прицеливаюсь к ней, да, например, я хочу взять там тот же там Амазон, да, я вначале возьму там одну, потом такой раз смотрю, вроде падает, такой ладно, возьму еще пять, потом раз, ну и вот как-то вот, если я готов, если я уже нацелен, что буду ее покупать, то я вот так делаю. Вообще, на самом деле, тоже из принципов, да, раз уж у нас сегодня мы на общей теме говорим, да, вот как в самом начале я сказал про диверсификацию, да, то также не стоит забывать о том, что когда вы выбрали бумагу, тоже не стоит в нее сразу входить там, сразу на всю вот эту долю, которую вы заложили под эту бумагу в портфеле. Да, конечно. Поэтому вот с тем же Netflix'ом у меня вначале получилось, что я вот вошел на небольшую долю, потом я понял, что мне надо ее увеличить в два раза, я просто раз ее увеличил, а вот если бы я сразу зашел целиком, то я бы не смог усреднить, получается, и снизить там на 50%, грубо говоря, примерно, среднюю стоимость, да, акций. Ну, то есть вот как-то так. Окей, теперь последний момент, пожелания нашим товарищам по несчастью. Вот если бы вас гипотетически спросили Рустема, что бы вы сейчас прежде всего посоветовали российским инвесторам, то каков был бы ответ? Сейчас вообще на самом деле время такое тяжелое, чтобы что-то советовать, даже прям тяжело что-то говорить. Я имею в виду, конечно, не рекомендацию по бумагам. Это естественно, да. Я поэтому говорю просто, как делаю я, да. Вот я понимаю, что акции там недружественных стран держать крайне опасно сейчас, да, потому что, ну, тучи сгущаются, с каждым днем все новые какие-то новости, вот. И пока просто я понимаю, что, имея статус квалифицированный инвестор, да, он у меня, фу-фу, слава богу, есть, я еще, наверное, смогу их продержать подольше, да, не заставит меня их пока продавать там хотя бы, или я смогу там менять бумаги там, что-то докупать. Поэтому я бы посоветовал, если есть возможность, то желательно обзавестись какими-нибудь путями, да, статусом квалифицированный инвестор. Там ведь не только суммой надо подтвердить, можно же сделать оборот. Ну, в общем, нужно обращаться к брокеру. Варианты есть, да, и брокеры помогут. Да, то есть, да, по идее, даже я видел лендинги у брокеров сейчас есть, типа откроем вам квалифицированный счет, там, типа поможем сделать, да. То есть посоветовал бы, если вы инвестируете, скажем так, в зарубежные бумаги, да, обезопасить себя вот с этих сторон, я бы, скорее всего, не советовал бы заходить там в зарубежных брокеров у меня вообще, потому что нет, например, акций у зарубежных брокеров, все только в российских. В данном случае, мне кажется, это даже целесообразней. Вот, и, ну, разумеется, надо не инвестировать те деньги, да, которые ты прям вот боишься потерять и которые тебе реально нужны будут там в ближайший год-два. По идее, инвестор – это же, когда мы говорим об инвесторах, да, мы подразумеваем человека, который уже у него, скорее всего, нет долгов, да, и у него есть какие-то, какой-то капитал, да, который он пристраивает там, ну, либо на вклад, либо там в недвижимость, да, либо вот он идет в акции. По идее, вот в этом случае инвестор сильно-то, что ему грозит? Ну, да, он может потерять вот эти деньги. Ну, да, Ростем, но знаете, вот я на своем примере, я сам всегда пропагандировал, много лет причем, что если вы идете инвестицией, то, во-первых, у вас должен быть здоровый баланс, неважно, вы бизнесмен или просто личный, да, семейный баланс, здоровый баланс доходов-расходов. И второй важный момент, что между вашей жизнью, вот текущей ее финансовыми выражениями, ее потребностями, и между инвестициями должно стоять что-то еще, финансовая подушка. Ну, самый такой хороший формат этой подушки – это банковский депозит. Проповедовать-то я проповедовал, но, как многие из нас считали, что так как у меня инвестиции в бизнес, проект в инверсии, мы много отбирали, то я подумал, что вот я грамотно сделаю пуши. И в результате у меня на депозитах не было практически ничего, ну, там болталось тысяч 50 рублей. И вот этот кризис, совокупный, инфраструктурный, общий, он мне показал как раз, что, ну, что ж ты сам собственному совету никогда не следовал. В будущем я собираюсь подрастить вот эту подушку между текучкой, между бизнесом, между просто жизнью и инвестициями. И мне кажется, что в идеале эта подушка должна, ну, условно составлять как минимум четверть от общего инвест-портфеля. Четверть даже, наверное, много, наверное. Ну, это вот я на всякий случай хороший урок дал. Ну, у меня где-то, наверное, если... Ну, условно говоря, на пальцах, да? Условно говоря, миллион рублей, допустим, в инвестициях, 250 тысяч должно быть в депозитах, которые ты дернешь в случае личного форс-мажора, а не будешь трогать инвестиции. Вот такой пример подход. Ну, вот такой нормально. А если у вас 10 миллионов, то надо ведь уже 2,5 миллиона. Ну, тут уже будет зависеть от того, какому количеству месяцев в вашей жизни эти 2,5 в случае чего соответствуют. Касательно меня, у меня где-то, наверное, вот финансовая подушка, ну, месяцев, наверное, на 6, на 8. Ну, можно... Вот, да, это другой подход. Не через проценты, а через количество месяцев, которые ты можешь закрыть. Хотя, по идее, если, да, посмотреть, как я трачу деньги, да, то это не такие уж и большие суммы, если так. Тем более, живя в Уфе, это, ну, еще меньшие суммы, скажем так, чем у вас тут в Москве. Потому что сразу замечаю, кстати, когда приезжаешь, тут тысячу отдал, там две тысячи отдал, тут две тысячи, тут проехал. Не говорите. Да, в этом плане, конечно, да, жить в провинции. Москва, она, знаете, не резиновая только для людей, а для денег она очень даже резиновая. Сколько ни засунь, ей все мало. Да, тоже верно. Так что мы, кстати, собираемся, командой финверсии, к вам в Уфу. Вот сейчас, да, уже могу сказать, в мае будущего года мы сейчас ведем активный диалог с коллегами из Национального банка Башкортостана и из правительства. И мы хотим именно в Уфе провести наш традиционный конкурс финансовых журналистов России «Рублевая зона». Договоренность уже есть. Так что, во-первых, заранее приглашаю. Все, я буду. Заходите, выступайте, ну и встречайте. Спасибо за башкирский мед. Всю команду. Но когда съедим ваш подарок, все, мы поедем за медом уже сами к вам. Ну попробуйте, да. Вообще почему-то славится именно башкирский мед. Я не скажу, что прям он самый вкусный. Пробовал тоже и более вкусный мед. Вот, но башкирский мед действительно, вот этот, который привезли мы, да, он прям с передвижных пасек, там ездит фура, она ездит по Башкирии, заезжает на какую-то гору, там эту пасеку они расставляют, пчелки там летают-летают, они мед собирают. А, даже так, мобильные пасеки, да? Да, мобильные пасеки, да. Такой пиратский мед такой, чужие пчелы прилетели, принесли мед, ты свернул и увез. Понятно, интересно у вас в Башкирии. Вот поэтому сегодня у нас такой, в общем, достаточно быстрый оперативный эфир, потому что мед, он вот буквально справа от меня стоит и напоминает о себе такие сигналы с видами, что заканчиваете разговор, пора есть мед. Спасибо большое, Рустем. Пожалуйста. Напомню еще раз, что ссылки на канал Рустема Ишмакова, на его стратегию на платформе Камон в описании под этим видео. Ну и очень легко в Ютубе найти, кого заинтересовала другая сторона. Канал, посвященный как раз лодкам, лодочному бизнесу. Лодки Гелиос, да. Покупайте лодки, ребята. Это была нативная реклама. Да, нативная реклама. Я поэтому и приехал, на самом деле, в Москву. А то продажи же упали, надо как-то поднимать. Думаю, пойду везде рекламирую платку. Это правильно. Ну что, Рустем, и давайте, как говорят, забьем стрелку где-нибудь на стык годов. Еще раз сверим часы. Как раз уже можно будет в январе, где-то в первых числах, смотреть окончательно, как мы с вами прошли этот кризис с точки зрения портфелей. И это будет достаточно релевантно, мне кажется, для многих наших соотечественников и инвесторов. Да, конечно, согласен, согласен. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова